ООН перенаправила в Афганистан более 2,9 миллиарда долларов наличными из кармана американских налогоплательщиков нашему злейшему врагу Талибану после того, как они захватили контроль в Афганистане, что привело к притоку американских средств в пользу экстремистской группировки. Госдепартамент США ранее заявлял, что никакие американские средства не поступали боевикам, но новый федеральный отчет указывает, что часть денег налогоплательщиков оказалась в контролируемом Талибанами Центральном банке Афганистана. Согласно недавнему правительственному отчету, ООН помещает наличные в частный афганский банк и распределяет средства гуманитарным организациям и агентствам некоммерческим гуманитарным группам. Но на этом деньги не заканчиваются, говорится в отчете. Некоторые попадают в Центральный банк Афганистана, находящийся под контролем Талибана. Представители ООН не отрицают, что наличные, доставленные в Афганистан, попадают в Центральный банк. Но они говорят, что избежать этого невозможно, поскольку страну контролирует Талибан. Получив деньги от Федерального резервного банка в Нью-Йорке, ООН доставляет в Международный аэропорт Кабула 100-долларовые купюры в термоусадочной упаковке. Деньги поступают регулярно по 40 миллионов долларов за раз. Согласно сообщениям Центрального банка Афганистана на ЭКС, ранее известную как Твиттер. Согласно отчету Генерального инспектора, в котором цитируется анализ оплаченных USID, высшие лидеры Талибана контролируют Центральный банк, у которого нет системы предотвращения финансирования терроризма или отмывания денег. Когда деньги покидают Центральный банк, возникает еще одна проблема. Гуманитарные организации иногда вынуждены платить наличные непосредственно Талибану. По словам Генерального инспектора, местные лидеры Талибана потребовали, чтобы ООН и группы помощи наняли их членов и их родственников или отдали приоритет лечению вдов и раненых боевиков. По данным следователя Конгресса, американские чиновники перенаправили, внимание, более 12 миллиардов долларов наличными. Это 363 тонны денег в Ирак в первые дни войны, что сделало практически невозможным определение конечных бенефициаров. Продолжение следует...